МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пеший нарушитель успел преодолеть уже большую часть пути. Со стороны остановки к пятиэтажкам слева направо по ходу движения транспортного средства. Ну как, особо ничего не смог предпринять. Водитель успел лишь отвернуть к правой обочине. Однако столкновения избежать не удалось. В стационар мужчину доставили с подозрением на черепно-мозговую травму и сложный перелом бедровой кости. От предложенного инспекторами ДПС теста на алкоголь шофер не отказывался и прошел его успешно. Прибор показал нулевой результат. За 18 лет стажа у водителя это первый случай наезда на пешехода. При том, что рулит он почти ежедневно. Сейчас на автобусе 14 маршрута. У меня вчера стреляли. Сначала на первый раз стреляли два раза, не попало. А когда второй раз проезжал, ну разбили. После окончания рейса водитель другого автобуса прошлой ночью стал героем совсем иной истории. И в совершенно другом качестве. Они поймали хулиганов, долгое время дестабилизирующих работу общественного транспорта. Коммерческие автобусы за последние три месяца 30 раз попадали под обстрел из пневматического оружия. Такую статистику озвучили сами перевозчики. Причем данными шоферы располагают не за весь город, а лишь о маршрутах, проходивших через транспортную развязку Суворова, проспект 60-летие октября. Именно на мосту, который проходит под железнодорожной магистралью, чаще всего перевозчики попадали под обстрел. 56-й, 102-й и 24-й там стреляет. С пассажирами то есть? Конечно, с пассажирами. Вчера мне три стекла они разбили. А то полпарк стоит. А у вас какой маршрут? У меня 56-й. Обстрел не наносил серьезного вреда здоровью пассажиров, но больно бил по карманам коммерсантов. Замена разбитых стекол – довольно дорогое удовольствие. Поэтому потерпевшая сторона начала собственное расследование. Первым делом шоферы пошли пешком прочесывать местность. Пешком начал идти, на трубу на меня начали стрелять. Три раза были. Я испугался, я спрячался вот там, за железом. Они на меня начали стрелять. Я здесь под ребятами звонил, они быстро сюда подъехали. Вместе с коллегами водитель определил, откуда идет обстрел. Мужчина смог отловить и обезоружить хулигана. Пистолет, по внешности неотличимый от боевого, оказался пневматическим. А двое стрелков – 16-летними подростками. Владелец оружия утверждал, что он ни при чем. Более того, он сам попал под обстрел и вместе с другом отважно ринулся разбираться, кто и откуда стреляет. Стрельбавилась с конструкцией, проходящей параллельно с транспортной развязкой на той же высоте. Подростков шоферы передали в руки полицейским. С ними разбираются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Субтитры создавал DimaTorzok